86% людей, у которых есть смартфон, первое, что они делают, когда просыпаются, проверяют свой WhatsApp, SMS или Facebook. Они фотографируют свои ноги, публикуют это на Facebook. Затем они открывают свой Instagram, фотографируют своего кота. Затем они проверяют одну электронную почту, другую электронную почту и проверяют новости. И теперь их внимание остановилось на всем известном в их жизни. Они восстанавливают свою идентичность, когда проходят через все эти рутинные действия. 95% из них даже не ощущают или не осознают себя в настоящем. Другие погружаются в свои проблемы в прошлом. Так они начинают свой день. Это то, что делает большинство людей, когда просыпаются утром. А что ты делаешь? Признайся, ты смотришь на свой мобильный телефон и думаешь, Боже мой, Моника снова ест углеводы. О, смотрите, мой парень из старшей школы написал мне на Facebook. О, смотри, в Сирии идет война. Ох. Все копаются в своих устройствах, включают их в розетку, но... Что если бы однажды проснуться утром и сказать следующее? Какое самое великое проявление себя я могу подарить миру сегодня? Что если бы сказать? Я больше не собираюсь быть виноватым. С меня хватит. Я не собираюсь быть недостойным. Это те эмоции, поступки и мысли, которые связаны со старым я. Знаешь ли, ты, что если бы ты проснулся утром и спросил, Кем я хочу быть, когда открою глаза? О чем я хочу думать? Какие мысли я хочу запустить по проводам своего мозга? Дайте мне спланировать сегодняшнее поведение. Я оставляю грусть и боль позади. Открываю свое сердце и почувствую благодарность. Почувствую радость. Почувствую вдохновение. Твоя задача — поддерживать это измененное состояние ума и тела в течение всего дня. И если ты сможешь поддерживать это измененное состояние ума и тела каждый день, приготовься, потому что в твоей жизни произойдет нечто удивительное. Таков закон. Ты столкнешься с новыми перспективами, потому что находишься в новом состоянии бытия. И именно этому мы учим людей. Репетировать будущее, вынимать мозг из прошлого и помещать его в будущее. Извлеките тело из прошлого и поместите его в будущее. Но если каждый Божий день вставать с одним и тем же чувством, просыпаться, а потом говорить, «О Боже, кто это? О Боже, дай мне припомнить мои проблемы. Ты просто возвращаешься к прежнему я». Итак, планирование своего поведения. Исследования показывают, что когда вы начинаете планировать, что и как вы собираетесь делать, вы начинаете изменять свой мозг так, как будто событие уже произошло. И вы начинаете направлять свой мозг в будущее и уходить из прошлого. И если вы сможете создать эмоцию, вы будете более предрасположены к тому, чтобы ваше поведение соответствовало вашим намерениям. Ваши действия соответствовали вашим мыслям, а ваш разум и тело работали вместе. И вы начинаете приближаться к новой судьбе. Мы уже видели это. Не раз и не два. Что является простейшим определением кванта? Квантовая физика говорит, что разум и материя настолько тесно связаны, что их невозможно разделить. Что у материи есть разум. А разум — это материя. И вы не в силах разделить их. И вот в квантовой физике это поразительно. Потому что, когда они начали изучать очень крошечные частицы в атомах, такие как электроны и протоны, они ожидали, что эти частицы будут вести себя как планеты, вращающиеся вокруг Солнца. Предсказуемо, но это не так. Они реагировали на разум. И теперь внезапно появляется квантовый физик, чтобы измерить электрон. И электрон превращается из волны возможностей и всей этой энергии в частицу. И это называется свертыванием волновой функции. Когда они отворачиваются и больше не смотрят, и не наблюдают за электроном, он превращается обратно в энергию. Таким образом, разум воздействует на материю. Другими словами, если ты просыпаешься каждое утро и делаешь то же самое, что делал последние 10 лет, ты попадаешь в предсказуемый мир ньютоновской физики. А раз ты делаешь одно и то же, снова и снова мы можем взять твое прошлое, поднять его и установить на твое будущее. Оно будет в точности таким же. Если каждый день вы смотрите на свою жизнь с одного и того же уровня, то вы сворачиваете одни и те же возможности в одну и ту же реальность. Поэтому важно научить людей видеть настоящее время, так же, как в квантовой физике. Все возможности существуют в настоящем времени. В большинстве случаев мозг людей предвидит будущее на основе прошлого и не видит настоящего. Поэтому необходимо тренироваться и практиковаться в обнаружении настоящего времени и начинать менять свои привычки, свои мысли и свое поведение. Большинство людей не знают, но вокруг нашего тела существует невидимое энергетическое поле. И когда вы реагируете на кого-то или что-то, вы черпаете энергию из этого невидимого поля и превращаете ее в химию. И поле вокруг вашего тела уменьшается. И теперь в вас больше материи и меньше энергии. В вас больше частиц и меньше волн. И большинство людей, будучи материи, пытаются изменить материю. Люди всегда пытаются форсировать результат, пытаются контролировать результат, пытаются предсказать результат. И тогда люди начинают конкурировать или удерживаться, или манипулировать, или обманывать, или воровать, потому что только так они могут получить то, что хотят. Но в квантовой модели реальности, когда вы действительно находитесь в реальном моменте, когда человек начинает открывать свое сердце, и он может начать испытывать положительные эмоции, он начинает расширять магнитное поле вокруг своего тела до 9 метров в ширину. В них больше энергии, чем материи. В них больше волн, чем частиц. Они могут оказывать более сильное влияние на реальность. Поэтому, когда ты открываешь свое сердце, думая о том, что это наука, как если бы ты уронил камешек в воду, то это вызвало бы рябь. Если бросить камешек побольше, рябь будет еще больше. Если ты способен поддерживать это состояние, ты продолжаешь бросать один и тот же камень снова и снова, и ты передаешь сигнатуру в поле. Эмоции — это магнитный заряд. Твое намерение, твоя мысль — это информация, которая переносится на этой волне. И когда ты сочетаешь ясное намерение с сильными эмоциями, ты начинаешь оказывать воздействие на материю. Видите ли, мысли, которые мы думаем, — это электрический заряд в квантовом поле. Чувства, которые мы испытываем, — это магнитный заряд в квантовом поле. Наши мысли и чувства передают электромагнитную сигнатуру, которая влияет на каждый атом в нашей жизни. Мысль посылает сигнал, а чувство притягивает события обратно. Поэтому если ты идешь по жизни, жалея себя и чувствуя себя жертвой, ты транслируешь эту сигнатуру в поле, и ты создаешь еще больше переживаний, чтобы испытывать страдания. Потому что мы не наказаны за наши грехи, мы наказаны нашими грехами. А грех — это установка. Грех — это то, как ты думаешь и как ты чувствуешь. Поэтому, когда мы заставляем людей отказаться от чувства вины, стыда и собственной никчемности, и научим их открывать свое сердце и создавать согласованные волны в своем мозгу и в своем сердце, они начнут творить чудеса. И это требует обучения, практики, изучения новой информации и программирования себя на веру в то, что мы ограничиваем свои возможности. Если ты живешь под действием гормонов, стресса, и у тебя нет энергии, нет поля, то ты не можешь оказывать воздействие на материю. Жизнь — это управление энергией. И то, куда ты направляешь свое внимание, туда же ты направляешь свою энергию. Если твое внимание направлено на известное и предсказуемое будущее или на знакомые эмоции прошлого, ты выкачиваешь энергию из настоящего момента, и у тебя нет энергии для творчества. И когда твои умения и навыки будут по-настоящему развиты, ты начнешь делать то, что является твоим правом по рождению, а именно создавать неизвестное и прекрасное в своей жизни. Итак, для этого просто необходима практика. Благодарим за просмотр. Подписывайтесь на канал и оставляйте ваше мнение в комментариях под видео. С любовью, Value Media.